Чтоб чисто это было. Хруст признак качества, говорят земледельцы. Основной продукт борщевого набора в гупе Беркат уродился на славу. В этом году капуста стала золотым овощем. Поэтому и растить такой урожай особенно необходимо. Тем более, когда результат впечатляет. Капуста идеально вкусная. Можно там на соление, на это, на борщ можно сделать. Собираем вот сейчас именно вот это. У нас вот это поле, у нас общий 15 гектар, там 3 гектара капуста, 2 гектара свекла, зеленый лук, картошка. Ассортимент вот так мы сажаем. В Ингушетии впервые в этом году по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова в гупе Беркат выделены 20 гектаров земли для выращивания овощей открытого грунта. Это самый востребованный сегодня борщевой набор. Глава республики Махмуд Али Калиматов лично побывал в хозяйстве и попробовал ингурские овощи на вкус. Все возможные программы помощи, значит, кто вот сейчас овощи направили, мы там овощи, вот эти все, зелень, то и все, надо способствовать. И мне периодически докладываете. Бегли вот эти вещи. Хорошо, я первый раз доехал, но я буду чаще приезжать к вам, потому что это очень хорошо. Аромат лукового поля слышен по всей округе. Его в хозяйстве посадили на трех гектарах земли. Сочный, с легким вкусом перчинки. Луковицы сорта «Лунг Токио» отлично прижились к местному климату. Сейчас на полях собирают урожай, а уже завтра он заполнит прилавки торговых точек. Мы картошку убрали, после этого посадили лук. Лук тоже, вот как видите, картошка у нас была тут 23 гектара, мы убрали, потом лук посадили на зелень. Вот так сейчас, вот уже скоро начнем продавать. Получится, если Аллахтас, самый главный, а так остальное будет. Хорошая земля, тут можно там работать. Ассортимент «Губа Берков» впечатляет своим разнообразием. В открытом грунте на 20 гектарах выращивают самые востребованные овощи. Капусту, моркови, огурцы, томаты, перец двух видов, пекинскую капусту и баклажаны. Последние, кстати, порадовали урожаем. Май месяц мы посадили, вот сейчас мы уже урожай собираем. Вот у нас урожай, посмотрите, как она погушается. Тут хороший урожай у нас, чистый. В этом году отдельную территорию земли в Губе отвели под экспериментальные культуры. Выращивают на землях Губа такую редкую культуру для нашей местности, как арахис. Его посадили два месяца назад и уже в середине октября соберут первый урожай. Расул Рустамов, прирожденный земледелец, с гордостью рассказывает про арахис, качество и урожайность которого позволит сажать его и выращивать здесь каждый год. Первый год мы посадили чисто для пробы, да, арахис. У нас очень классно получилось, земля здесь очень хорошая. Ухаживать, как говорится, она очень нетрудная, в общем. Ну, как обычно, да, ну, посадили, да, например, в возрасте такой, он маленький, надо окучивать его, как типа картошку. А потом, как говорится, сезон два-три раза надо поливать по-любому, чтобы урожай был хороший. Выращивать именно овощи в Губе начали два года назад. Плодородная земля позволяет получить хороший урожай. На полях овощеводством занимаются турки-месхетинцы. Наняли бригаду вот из турков. Они в соседнем фермерском хозяйстве работали. Я их, как можно сказать, переманил к себе на определенных условиях. Они сейчас вот эти два года работают в Губе-Беркат. Вот, как вы видите, поля ухоженные. Работают здесь всего 20 гектаров. Здесь работает человек 30-40 на этих 20 гектарах. Основной вся работа, кроме похоты, основной вся работа ручная. Сажают вручную. Потому что у каждого определенный свой участок, так массовый, как мы сеем озимые, так мы не сеем овощи. Там за каждым закреплен свой участок. Бригадир один, и он распределил за каждым свои участки. Выросили в этом году на полях экспериментальные арбузы. Бахчевые также прижились к местному климату. Урожай этих культур в Губе-Беркат намерены собирать регулярно. В этом году хорошо получится? В этом году хорошо получится. На пробу мы посадили. Вот, чисто арбуз. Вот, смотри, как идеальный. Сегодня в Губе-Беркат выращивают овощи на 20 гектарах земли. В следующем году планируют увеличить площадь овощей до 50 гектаров. А через два года – до 100. В этом году мы год, я думаю, завершим благополучно. Если в этом году благополучно год завершим, я думаю, что в следующем году, в соответствии, реализации увеличим площадя. В Губе уверены, что овощеводство станет делом стабильным. Земледейцы продолжат вносить свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Вода, земля и добросовестный труд – вот секрет такого спелого урожая. Все, что выращивают на землях, Губа попадает исключительно на внутренний рынок. Жители республики в первую очередь продукцию ценят за качество. Здесь нет никакой химии. Лина Сычоева, Адам Далаков, Новости 24.